Короче, началась какая-то шелуха, я решил, в общем, вот этих проблем. Наверное, из-за того, что я не выключил авиа-режим, и это как-то не мешало просто, не знаю. Места тут не так много, но нормально. Ола, мигас, на связи Матвей. Вот я наконец-то вернулся со своих каникул и готов снова для вас делать лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. И прошу заметить, вернулся я не с пустыми руками. Пока я отдыхал в Сочи, я успел для вас заснять много интересного контента, который я, конечно же, выгружу на этой неделе. Ну и сегодняшнее видео не исключение. Да, как вы могли подумать, это ни в коем случае не кликбейт, и я не вру, я реально поиграл в Fortnite Mobile в самолете, когда летел из Москвы в Сочи. Ведь все мы знаем, что обычно, когда мы летим в самолете, нас просят переключать все наши устройства на авиарежим. Но думаю, многие из вас задумывались, а что будет, если не переключить ваш телефон на авиарежим и, наоборот, сидеть и играть спокойно в онлайн-игру. Например, Fortnite. Вдруг это создает какие-то сбои для пилотов, и мы упадем. В любом случае, сегодня мы узнаем, что будет, если играть в Fortnite на обычном андроиде во время полета в самолете. Но перед тем, как мы перейдем к сегодняшней нереально интересной теме, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти лучший и единственный контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что на лучшую поддержку меня, это мой тегавтромотивкар в вашем жде вном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и доволять их специально альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Дискорд сервере. Ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, хочу показать вам, что будет, если играть в Fortnite Mobile в самолете во время полета. Сразу предупрежу, результаты достаточно удивительные. И вообще, видео получилось крутым, так что обязательно авансом поставьте лайк. Не зря же я старался. Сегодня я хотел проверить, что будет, если играть в Fortnite в самолете при взлете, ну и соответственно в самом полете. Ведь стюарты в самолете всегда говорят, чтобы мы переводили свои электронные устройства в авиарежим. Сегодня же, конечно, мы так делать не будем, а пойдем против общих правил. Попробуем поиграть в Fortnite на взлете в самолете. Так, сейчас надо во-первых, интернет подключить. Так, я подключил интернет, мы сейчас запускаем игру. Сейчас, короче, в арену пойдем. Не, в тур, кстати. Мой план был максимально прост. Я запускаю игру еще, когда мы готовимся ко взлету, ну и соответственно постепенно, как самолет будет повышать свою высоту, мы будем играть дальше. Традиционно начинаем с творческого режима, потом идем в паблик, ну и если все пойдет по плану, далее идем в арену. Ну все. Сейчас, короче, будем всех растаскивать, так еще никто не делал. Интернет замечательный, 100% на телефоне. Это просто не багует, собственно. Подключение не будет. Если вы экипажа, приветствую вас. Сразу хочу извиниться, что меня так плохо слышно, в самолете стоял нереальный гул. Ну и плюс к этому не знаю почему, я не додумался говорить громче. Ладно, погнали дальше. О, первые проблемы, первые проблемы с пингом. Сейчас не будем модем подключиться, если по модему не стоит дыраться. Нет, смотри, у меня какие-то проблемы с пингом жесткие, я прямо остановился. Все, видео отснято? Нет. Скажешь, что типа это невозможно. Я выправил штуки. Будем, короче, ждать, сейчас будет просто топ-разминка. Кибер-спортивная. Я видел, там чилик в Бролстерс играет. Встроимся в самолете. Кибер-спорт. Кибер-спорт в самолете. Сейчас пройдет это, и скажешь выключить тебя. Не помню, не скажешь выключить. Я скажу, это игра без интернета. Не, она нормально играется. Сейчас поиграем в паблик 5, ой, в творку 5 минут, потом в паблик пойдем. Фига, ты бил, где оружие? Что тебе фпс просиляет? Это из-за самолета. Это, покажется, пилот подключился к моему телефону. Смотри, как я умею, да? Выбирал бота. Не, ну пока нормально играется. Вот так примерно дом. У меня везде лучший интернет, чем дома. Кстати, кто спрашивал, какой код карты, на которой я тренируюсь? Вот он написан сверху. Пока играем. Я думаю, сейчас вот прям чуть-чуть, и начнем в паблик играть. Так, ладно, я думаю, пока надо прекратить играть в творку. Пойдемте в паблик. Я вроде как размялся в самолете. Мы еще не взлетели. Даже не тронулись несколько. Сейчас я их просто. У меня тоже розетки есть. Если еще, можно подзарядить. Все, короче, сейчас будем растаскивать кабины. И угарну, если мы полетим, и у меня будет работать фортнайт. Это будет просто капец. Мы начали взлетать, короче. Покажи, ладно. Начали взлетать. Вот это, как видите. Мне попался Чардж, мое любимое оружие. Надеюсь, все будет хорошо, потому что хочу побольше с ним поиграть. Смотри, ботангелы. Ха-ха-ха-ха. Я пропустил этот килл. Да ладно. Но я убил бота. В общем, пока стабильная игра идет. Мы сейчас будем взлетать уже скоро. А я пока пойду поубиваю всех. Для того, чтобы мы столько же ПС смотрите видео. Да. Да-да-да, именно. Так, а здесь где-то должен быть еще один ботяра. Что-то такое неуловимый. Нифига, у него ни одной пыли. А, вот все, пока. Аим. Сейчас мы его убьем. Аим бот. Сейчас мы его с Чарджи. О, смотри. Уже пингует. Пингует. Мы тем временем едем немножечко. Да, доедем чуть-чуть. Ну, нет, нам нужно будет разогнаться. Ну, из-за того, чтобы телефон подключится к пилоту. О, смотри, смотри, 105-105 бот. У нас у нас еще один бот. Тем временем, смотри, у меня 17 киллов в паблике. Еще 12 человек осталось. Но мы уже разгоняемся. Игра пока у меня идет стабильной. Конечно, пинг повысился. Но я не знаю, пока это сильно на игру не являет. Как видите, спокойно рублю дилеру. Опять остановились. Ой, че я делаю? Это временный парнет работает. Уже первые проблемы с интернетом. Машины работают. Мне кажется, это... Первые проблемы с пингом. Хотя у меня вот интернет великолепный. ЛТЕ показывают. Это вот как бы, хотя бы не так, что высоко прилетели. Посмотри. Ладно, попробуем сейчас еще поверять. На полу измертаем. Причем, где там на облаках. Какие-то знают. Смотрите, просто пинг-пинг. Вроде ЛТЕ показывают. То есть я не знаю, в чем проблема. Абсолютно. Вот, потом везде вот, как бы, в тормозах пусты. Ладно, все, Фортнайт, это пипец. У меня Фортнайт, видишь, подключение бесконечное. А, все, это Е пропал. Ну, короче, теперь вы знаете, что поиграть в Фортнайт в самолете невозможно. У вас пропадает интернет, и вы никак не поиграете. Это все. Еще на высоте попробуем поиграть, когда мы там повыше заберемся. Может, там интернет появится, я не знаю. В общем, да, как вы поняли, еще при взлете в самолете можно немного поиграть, потому что интернет там нормальный. Ну, а когда уже самолет начинает набирать высоту, допустим, 2000 метров, интернет с ЛТЕ падает до 3G. Ну, а далее, как я понял, на высоте примерно 3000 метров интернет вовсе пропадает, но при этом связь по-прежнему остается. Ну, и уже примерно на высоте 5000 метров или 6000 метров, где-то между ними уже и пропадает сама связь, и ваш телефон не ловит никакую сеть и никакой интернет. Хотя, насколько известно мне, на дальних рейсах по типу, например, в Америку, которые длятся 9 часов и дольше, самолеты специально снабжают Wi-Fi роутерами, чтобы во время перелета не было так скучно. И, по сути, можно выйти в интернет на абсолютно любой высоте. Хотя, многие говорят, что соединение с интернетом на высоте 10 тысяч метров и более состоит большие помехи, и поэтому соединение с интернетом не очень стабильно. Не думаю, что это хватит для игры Fortnite, но, допустим, посмотреть тот же ютубчик или полистать ленту в какой-нибудь социальной сети хватит точно. Кстати, во время самого нашего полета, в какой-то момент у меня поймалась сеть 3G. Я не знаю, как высота была 10 тысяч метров, вот вам видео. В любом случае, это все равно недостаточно для полноценной игры в Fortnite. Надеюсь, после этого видео вопросов у вас больше не осталось. Если вы досмотрели это видео до этого момента, уверен, оно вам понравилось, так что обязательно поставьте лайк, если этого еще не сделали. Ну, а если оно вам не понравилось, то вы потратили 10 минут своей жизни впустую. Огромнейшее спасибо за ваш просмотр этого видео. Ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Продолжение следует...